Абубакер это мой одноклассник со школы еще, и поэтому он тоже меня хорошо знает и хотел поддержать, наверное. Есть вообще такое понимание, что ребята, которые вольники из зала, особенно Абдулманапа Нурмагомедова школы, они все вообще как-то не отрабатывают болевые на ноги, потому что просто не получается на ноги им выйти. Сам Камау блокирует левую руку Душа Бая, но как только он проденет правую, освободит левую, да, так и происходит. Моментально он набрасывает удушение и тяжело сейчас будет, да, остается. Боец из Кыргызстана вымучивал это удушение Камапов на протяжении минуты, наверное, и все-таки сумел его закрыть. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Они помогли нам приехать на турнир Eagle FC 51, который проходит в городе Атырау. Здесь пройдет сразу два чемпионских боя. Gorilla Energy наш любимый энергетик. Поздравляю с победой Денислама Кавауа. Поздравляю тебя. Расскажи, какие эмоции и возвращение после тяжелого поражения. Да, спасибо большое, Миша. Приятно, конечно, выиграть каждый раз. Ну, то досадное поражение мое я закрыл сегодня. И хочу его закрыть, уже хотел как раз пообщаться на что-то с реваншем и доказать самому себе прежде всего, что это была моя ошибка, а не его победа. И реваншировать это поражение. А есть какое-то понимание, вот в чем была ошибка, разбирал этот бой, с тренерским штабом разговаривал? Я разговаривал, да, я смотрел его бои, когда это на самом деле больная тема для меня. Я сам выигрываю с обмешанными в основном всегда и проиграть с обмешанными, это очень досадно. На ноги я вообще не знал, что он может бороться. Была угроза стойки в основном. И он во всех других боях своих избегал вообще борьбы, а там, как говорится, нежданул и сделал болевую на ногу. Ну, и так, да. Будем исправлять и, надеюсь, я в реванше уже закрою это поражение. Денис, а вот есть вообще такое понимание, что ребята, которые вольники из зала, особенно Абдулманапа Нурмагомедова, школы, они все вообще как-то не отрабатывают болевые на ноги, потому что просто не получается на ноги им выйти. И тоже есть такая ситуация, или все-таки отрабатываете вы все? Нет, в основном, вот, что уже, раз ты это уже сказал, да, на самом деле, вот только-только мы начинаем. В Дагестане вообще в основном, вот, не любят болевые на ноги, так как они травмоопасны. На пятки в основном вообще не делают, а вот на чашку, то, что я пропустил, сейчас уже начали делать, и на пятки тоже начали делать. Но в основном, ну, сейчас мы уже набираем, уже работаем над этими аспектами. А так, вот казахи, например, наши братья, они вот в основном выходят на ноги, в основном я смотрю, так как это Ахиллесова пятна у многих. Ну, и мы тоже сейчас будем набирать. Не просто к Ахиллесову. Ну, да. Слушай, я видел, что в перерыве между раундом к тебе подошел Абубакар Нурмагомедов и подошел Магомед Расул Хазбулаев, и кроме вот Магомеда Багандова, они тоже тебе давали какие-то советы, о чем говорили? Ну, мы с ней, вот с Магомед Расулом Хазбулаев, мы в основном, это мой спарринг-партнер, так как я в основном ему помогаю готовиться к титульникам, он, так как его соперники в основном в моей комплектации выше ростом, и 66-70, не такая большая разница. И в основном, и поэтому он знает мои сильные и слабые стороны и подсказывал. А Абубакар, это мой одноклассник со школы еще, и поэтому он тоже меня хорошо знает и хотел поддержать, наверное. Так, а что они вот сказали во время перерыва? Ну, чтобы я не забывал дышать, Абубакар говорил, чтобы я нормально дышал при ударах. И Хазбулаев говорил, чтобы я в клинче поработал, чуть расслабился, ну, в основном, что я и делал. Вот ты сказал, что тебе прям принципиален реванш, то есть все-таки что-то личное было именно, что вышли на болевую? Вообще ничего такого нет, просто, я же говорю, мне досадно было проиграть болевым приемом, так как я сам делаю с обмешанным, и у меня одно поражение Мерди по очкам, и одно поражение ему с обмешанным. Ну, это как-то досадно для меня, обидно, но тяжело воспринял, короче, это поражение. А вот, как я понимаю, тоже Султанову же, да, ему обещали, ну, Рамину Султанову, ему обещали как раз после победы тобой титул. Да, и мне обещали, это был, по идее, претендентский бой. Ну, не знаю, сейчас у них какие-то планы поменялись, так как Мерди после аварии, как я слышал, но точно не знаю. Я-то думал вообще сделать в реванше, уже, чтобы нам дали временный, я не умоляю заслуги никак Мерди, он хороший боец, но тормозить дивизион тоже не то. Поэтому, если есть такая возможность, можно было в реванше, тем более я закрыл сейчас свое поражение, не с ним, но вообще закрыл. Ну, еще появилась пара, вот сейчас, которая следующая будет интересная, это Жора Айвазян и Алик Абдула, они тоже, можно и с ними. Я вообще всегда газую с любыми и готов к любым вызовам, всегда никогда не отказывался, и просто дайте мне время и место, и я газ. Открыт для предложений. Да, всегда. Денислава, поздравляю с возвращением. Спасибо. Друзья, вы подписаны на инстаграм Денислава Камау, он появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Телеграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в ютуб формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы инсайды из мира ММА, на наш инстаграм, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзивы за кулиси с турниров, на наш твиттер для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс Дзен, мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донативших может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok